К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как защитить ребенка от травли в школе? От того, что сейчас называется буллинг. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ребенка надо научить молиться за тех, кто его обижает или по крайней мере ему об этом сказать. Поскольку мы сами это очень плохо умеем, то требовать от него этого нельзя. Мы взрослые люди еле-еле до этого иногда дотягиваемся. Уж что говорить о любви к врагам? Хотя бы молиться за обижающих. Но молитва за обижающих, она действительно может, во-первых, сделать ситуацию невыносимой, может сделать ситуацию приемлемой, терпимой. А во-вторых, она может и, скорее всего, именно она изменит тех, кто гонит и тех, кто давит. Примером для нас может служить встречающийся тысячи раз сюжет в житиях святых новомучеников, когда, допустим, какой-то слабый физически, беззащитный священнослужитель или верующий мирянин, монах, монахиня попадали в лагерь, где их молитва за тех, кто их обижал, обычно уголовников, воров, воров в законе, то сообщество, так называемое блатное сообщество. Их молитва, их кротость, их безгневие, оно приводило к тому, что через несколько месяцев, иногда лет терпения, эти люди, видя вот такое ответное незлобие и чувствуя, что за них молятся, они сами начинали их защищать. Но это такая духовная вершина, о которой мы можем только надеяться когда-то к ней приступить. А чтобы вашего ребенка не травили в школе, ему надо привить и христианские, просто человеческие навыки определенные. Во-первых, великодушие. Вот мы каждый день в вечерних молитвах, 24-численные молитвы Иоанна Златоуста, просим Господа, чтобы он избавил нас от малодушия, и дал добродетель великодушия, чтобы ваш ребенок не вредничал, никого не доводил, не пакостил, не ябедничал. Потому что обычно травля начинается из-за каких-то таких вещей. Следующее, если ваш ребенок мальчик, мне кажется, что для того, чтобы он был великодушным мужчиной, вырастал, его вполне и очень хорошо можно дать на каком-нибудь борьбу заниматься. Но лучше, чтобы это были не ударные, причиняющие боль техники, а чтобы это было самбо, ну или дзюдо в крайнем случае, или там вольная борьба. Потому что это постоянные тренировки, это умение противостоять боли, это умение противостоять противнику, и это как раз воспитание великодушия, такого могучего мужского великодушия, которое не позволяет тебя доводить, даже не прибегая к конфликту. То есть обычно в среде мальчиков чувствуется человек, который занимается борьбой. Во-первых, спрашивают все. И парня, который 3-4 года самбо занимается, его обычно никто не хочет травить. Да у него и характер такой, что не прибегая к своим спортивным навыкам, его, в общем-то, никому не захочется травить. Еще раз хочу сказать, что длительные занятия вот этим боевым искусством таким, оно приводит к тому, что у вашего сына как бы выдавливается вся спесь, понимаете? Это он первые полгода хвастается, как он умеет там, руку может заломать или что-нибудь еще. А потом он знает, что такое боль, что такое победа, что такое проигрыш, ему ничего не надо доказывать, уже никакой вот этой бравады гордостной такой, подростковой, в нем нет. Он совершенно спокойно может уступить, он может промолчать. Как я помню, читал в одном православном журнале интервью с одним инструктором, вот его по рукопашному бою в летах, и его просит корреспондент рассказать о каком-нибудь случае жизни. Он говорит, вы знаете, ну, два раза было вот так, что я выхожу с женой из кино, и ко мне начинает приставать несколько пьяных. И что, спрашивает корреспондент, ну, говорит, ну, первый раз мне говорят, мы тебя бить будем, а я им говорю, ребят, только не в лицо, я флейтист, у меня завтра концерт, пожалуйста. Они говорят, ну, ладно, иди, флейтист. А второй раз, как пристать, не знаю, подходит один и говорит, слушай, мне твоя рожа не нравится. А он отвечает, да мне она тоже всю жизнь не нравится. Ну, посмеялись и разошлись, но в человеке, видимо, обнаружили спокойствие, которое у него было, понимаете, и конфликт не понадобился, и чувство юмора. Вот поэтому понять, что можно воспитать в сыне, какие мужские качества, которые его от этого избавят. Может быть, отдать его куда-то на тренировки и перевести в другую школу, чтобы он там начал с чистого листа через некоторое время, уже вот с этими изменившимися чертами характера. По крайней мере, вот своих трех старших сыновей, я когда отдал на самбо, это было уже давно, они просто начали очень быстро меняться по характеру. Вот я это обнаружил. Сейчас, к сожалению, очень многие мальчики растут без отцов, и поэтому у них нету примера мужского поведения. Нету вот этого поведенческого сценария, который они впитывают примером отца. Отец там приходящий, его вообще нет. И это, конечно, беда. Где они могут получить этот образ? Это как раз вот хороший тренер по борьбе, который и учит бороться, и воспитывает. Поэтому восполнить вот эти черты, понять, что в ребенке ведет к тому, что его травят, конечно, никак нельзя оправдать травлю, но это проблемы тех семей, дети которых травят вашего ребенка. А вот исправить в моем ребенке что-то, я, наверное, могу именно в характере. Понять, что... И вот я такой путь советую. Я вижу, что это в очень многих ситуациях помогает.